Здравствуйте! Вас приветствую компания МЗАП. Как вы знаете, в нашей компании есть цех по металлообработке. В частности, у нас есть плоскошлифовальный станок с очень большим диапазоном работы 2640. К нам сегодня поступила головка алюминиевая от судового двигателя, рядный шестицилиндровый двигатель. В чем сложность для остальных компаний произвести работу по восстановлению плоскости данной головки? Она слишком большая. Длина данной головки составляет 1100 миллиметров. Ширину, если честно, не мерил. Ну, я думаю, приблизительно 250. По 4 клапана на каждый цилиндр. Ну, судовой дизельный двигатель. Очень важно уточнить то, что она алюминиевая. Крепиться она будет через прихватки. Прихватки металлические, магнитятся к столу. Соответственно, прихватками уже удерживаем данную головку. Основная проблема в обработке данной головки, ну, скажем так, это не проблема. Основной момент – это установить ее на стол на магнитный. Как я сказал ранее, головка алюминиевая. То есть, соответственно, мы ее будем ставить на ножи, дабы не выкручивать вот эти все шпильки. И по направляющим клапанов мы базу не поймаем точно. Было принято решение поставить ее на ножи и через стальные прихватки, которые примагнитятся к столу, мы притянем головку. Соответственно, ее зафиксируем. Крепление данной головки происходит через магнитный стол. Специально отшлифованная в ноль стальная пластина. Стандартная прихватка, треугольник, лапа, шпилька, гайка. Четыре точки крепления, головка поведенная. Мы ее вывели в ноль. Посмотрите, что происходит с ней сейчас, в каком она состоянии. Такой вы ее больше не увидите. Одним из основных органов управления данного станка является данный узел управления. Здесь можно добавлять как одну сотку, так и 4 микрона. На данной головке мы будем подавать комбинированно. Сначала будем давать по соточкам, а в конце будем добавлять уже по микронам. К сожалению, здесь не получится, как мы обычно любим. Фаер-шоу из искр, так как металл алюминия искр не дает. Работа по шлифовке плоскости данной головки завершена. Сняли мы с нее 14 соток. Скажем, для такой головки кривизна составила не очень большой. Надеемся, клиент нашей работы будет доволен. Приглашаем к сотрудничеству организации физических лиц по обработке металла. Я надеюсь, вы заметили, что при шлифовке данной головки не применялась стандартная смазывающая охлаждающая жидкость. А применялся секретный ингредиент, разработанный нашими парнями, для того, чтобы не забивался камень и класс чистоты данной головки был выше. Good luck! Это еще не все. Как вы видели ранее, мы шлифовали плоскость блока и головки на данном двигателе. В итоге здесь было снято 0,24 мм. И при постановке родных гильз, штатных посадочных мест, гильза выступала за пределы плоскости, так как много сняли. Чтобы решить эту проблему, было принято решение проточить посадочное место под гильзу, чтобы гильза опустилась немного глубже и была уже на одном уровне с плоскостью. Как вы видите, это мы сделали без каких-либо проблем, так как шпиндели у нас имеются разных размеров, в том числе и таких больших. Продолжение следует...